Продолжение следует... ...которые принимают участие в этом проекте. И, конечно, я думаю, что вектор согласится и даже будет рад получать вопросы, общаться лично с кем-нибудь. Мы можем его выжимать до завтрашнего дня, где-то до двух часов. И я думаю, что будет интересно. И тогда мы можем сегодня иметь, по моему плану, сегодня иметь две лекции и договориться на завтра. И на какое-нибудь личное время, на личное общение, на кофе или вечер не будет, уже, пожалуйста, не стесняйтесь, подходите, знакомьтесь, дружите, спрашивайте людей. И оставайтесь с друзьями оставшихся жизнью. Хорошо, я тебе скажу слово очень коротко. Моя зовут Ильцук, я директор Центра языка и культуры «Идыш», который четыре года назад, три с половиной года назад, был создан в «Вимусе». Цена наша — это сохранение и передача вот тех знаний культуры «Идыш», которая существовала здесь, в «Вимусе» и вообще в мире. И об этом мы поговорим. И проект возник в результате нашего сотрудничества с библиотекой. Мы здесь располагаемся, мы здесь считаем лекции. Наша аудитория — это все, кто заняты в образовании в основном еврейском, не только в еврейском. Мы читаем лекции и учителям литовских школ, и директорам, и делаем это не только в Вимусе, а по всему миру. Мы организуем такие семинары от Сиднея до Новосибирска, примерно так. Но все это отсюда управляется, и все это организуется. Доктор Михайлович Аюшковский, он наш академический директор. Ну, скажем так, один из наиболее известных и знающих специалистов в области культуры «Идыш». И что нам очень важно, он личный друг Абрама Карпиновича. По-моему, они долгое время провели вместе, они общались. И знает досконально и блистательное его творчество, влюблен в него. И, собственно говоря, через него я познакомился с Карпиновичем здесь, в Вимусе, и вот возник этот проект. Вот, пожалуйста, имеете в виду тебе слово. Да, ну здесь все, люди творческие. У нас актеры, режиссеры еще подтянутся. Сценографы, вот Маша там. Ты видишь, слышишь, Маша? Да. Слышу, слышу. Да, Маша Краматур. Хорошо, давай, пожалуйста, Борис Павлович. Так, ну, доброе утро. Во-первых, я, наверное, поделю нашу работу так. Я хотел в первой части дать какие-то общие представления о культуре «Идыш» и говорить о языке «Идыш», о той культуре, которая с ним связана. А в второй части я буду больше говорить о еврейском «Вильно» и все, что Карпинович и другие писатели и так далее. Потому что этот город мы называем столицей, родиной того движения культурного, которое окрасило всю еврейскую культуру в 20 веке и получило название «Ишизм». То есть вот этот «Идышизм», самое мощное культурное движение еврейское 20 века, оно пошло отсюда, из «Вильно». И поэтому этот город, он не зря как бы этот центр тоже «Идыш» создан был именно здесь, потому что, когда говорят слово «Вильно», то есть сразу у всех, кто каким-то боком связан с еврейской культурой, с образованием, сразу появляется ассоциация с «Идышем». Я вам хочу сказать, что, наверное, вот в Израиле у меня есть тоже сеть курсов, где в среднем учатся 2,5 тысячи человек изучать культуру «Идыш». И очень часто бывает, в основном приходят люди уже второе поколение мигрантов из Восточной Европы, то есть те, которые слышали дома «Идыш», там родители приехали из Польши, откуда-то, вот, слышали «Идыш», они вроде бы как понимают, но уже меньше говорят. И вот что интересно, что те, кто действительно и говорят на природном «Идыше», не только понимают, но и говорят, как правило, они извильны. Вот кого не спрашиваешь, обязательно, если подходит человек, начинает со мной говорить на чистом, литературном, красивом «Идышем», или извильны из Лисковной, то есть вот как правило. Почему вот тоже удивительно, что вот из всего Советского Союза бывшего, если мы посмотрим, такого явления больше не было нигде. То есть здесь еще, скажем так, вот до, наверное, середины 80-х годов в семьях можно было встретить вот разговорный «Идыш», где люди, скажем, вот моего поколения еще говорили и понимали на «Идыша». То есть этого больше не было практически нигде во всем Советском Союзе. Но здесь вот эти вот основы «Идышизма», они были так сильны, что даже более молодого поколения люди, они все еще вот жили на «Идыша». То есть вот это вот «Идышизм» в Виленске, это совершенно-совершенно ни с чем не сравнимая какорта еврейской культуры. Но я хочу, как я сказал, я во второй части поговорю больше о Вилне, а сейчас я хочу просто пару, наверное, минут уделить самой культуре «Идыш». Ну, во-первых, начнем с того, что еврей никогда, как-то сказал, сказал классик наш «Шалам Алейхем», у евреев все не как у других. То есть в частности одно из отличий нашего, мы никогда не были подноязычным народом. То есть, например, я не знаю, там, у литовцев знают, что у них есть литовский язык, французы знают, что у них есть французский. У евреев есть выше 50 языков. Откуда взялись эти языки? Значит, ну, во-первых, уже в последние 200 лет еврейской независимости в древнем Израиле разговорным языком был не иврит, разговорным языком был арамейский. А иврит все больше и больше получал статус лошин-гойдыш или священного языка. То есть это был язык учения Торы, учения священного писания, это был язык деловой переписки, ученой переписки и так далее, но не язык бытового общения. То есть статус этого языка настолько высоко поднимался, что его как бы не хотели использовать для того, чтобы сказать жене, пойди на базар, купи это или сколько это стоило. То есть это уже не для бытового общения. И поэтому появилось огромное количество таких бытовых языков, языков, на которых можно было говорить, как говорят по-русски, в суе, в обычной жизни, об обыденных делах. На иврите можно было говорить в субботу, в праздники или о духовных вещах. А вот обычные вещи, на них говорили, сначала говорят в бассейне Средиземного моря, говорят на всяких греческих и латинских диалектах. Потом начали, перешли на, скажем, в средние века появляется язык ладино или джудезмо, еврейско-испанский, в средние века были языки такие, как лоэз, еврейско-французский, еврейско-итальянский. Откуда взялись эти языки? Значит, евреи в повседневной жизни начали говорить перешли на другие языки, но они жили традиционным религиозным, мы назовем так, образом жизни. И поэтому в эти языки нужно было вставлять слова из еврейской традиции религии. И получалась такая языковая смесь. И, естественно, эти слова из традиции религии, они были на иврите. И получалась языковая смесь между местными языками и ивритом. И вот так вот смешались эти все языки. Например, уже в IX веке самая крупная еврейская мужчина живет в Западной Германии, в землях Западной Германии. Эти земли ивре между собой называют словом Ашкеназ. И это треугольник между тремя, даже не треугольник, а линия между тремя городами в долине реки Рейн. Шпайер, Вормс и Майнс. Вот в этом вот маленькой этой местности рождается Идыш. То есть это вначале немецко-еврейская смесь. На этом уже в 1272 году на вот этой языковой смеси появляется первый письменный документ. Первое предложение уже написано на этой вот смеси. То есть это не современный немецкий, это средне-верхне-немецкий диалект, который называется Микль-Рох-Дойч. То есть верхне-немецкий диалект с раннего средневековья. И он смешивается с ивритом и немножко арамейских слов, и получается вот такая новая языковая смесь. Теперь, уже с 12-го примерно века еврей начинает мигрировать из вот этих земель Западной Германии, Ашкеназ, на восток. Идыш поселяется среди славянских народов и приносит с собой вот эту языковую еврейско-немецкую смесь, которая служит им языком ежедневного бытового общения. И к этой смеси еврейско-немецкой присоединяется еще один элемент, славянский. И вот это три основных элемента, которые, собственно говоря, представляют собой Идыш. Практически есть такая версия, что Идыш – это второй по богатству язык в мире после английского. Почему? Потому что каждое практическое понятие вы можете выразить минимум тремя словами. Словом немецкого происхождения, словом еврейского происхождения и словом славянского происхождения. Если, скажем, возьмем слово, понятие красивая женщина, мы можем сказать Ашейнайт – это слово немецкого происхождения. Можем сказать Ефастойер – это иврит. Можем сказать А красавица. Все три слова, вообще, это славянского произведения, это все три слова не вообще приняты общеприняты Гридыша. То есть, и вот эта вот игра между компонентами языка, она всегда соответствовала месту, тому месту, где вы ее жили. Скажем, Литва, вы можете увидеть в литовском, я не владею литовском, но вот есть огромное количество поговорок, пословиц, где есть литовская еврейская смесь. Литовские слова, которые вошли в виду. Скажем, я просто на Украине, сейчас они говорят в Украине, да, вот. У нас, например, никогда не употребляли слово колодец, не употребляли вот слово немецкое произвождение Брунен. Я не слышал такое слово никогда. Употребляй кренеце, вот украинского кренеце, да. У нас не было слова дроен, вот, пугать из немецкого, которое происходит. У нас прибрали слово страшен, страшен. То есть берется славянский суффикс, преподается к нему немецкое окончание, получается илиж. То есть, и вот эта вот, вот эта языковая игра, она просто, такого нет больше ни в одном языке, а вот язык, который играет с словами разного происхождения. До сих пор между лингвистами есть спор, сколько на самом деле еврейских языков, потому что всегда есть вопрос, что такое язык, а что такое диалект, да. Например, каждый русскоязычный человек, вот, когда он слышит о десита природного, он его сразу узнает. Как мы, да. Это уже обкультуренный, что называется. Еврейское, еврейское лухо, русскоязычное, скажем так, оно, когда слышит одесский природный язык, оно слышит идущ, переведенный на русский. То есть, откуда этот язык, который написался, евреи, которые приехали из местечек в Одессу, плохо говорили по-русски, но они как бы живут в большом городе, им хотелось перейти на русский, и они с идыша переводили русский. И получился одесский язык, что называется. Я приведу вот пример, который я не могу никогда сказать, это я лично своими ушами слышал. В русском, ведь если мы говорим прошедшее время глагола, мы говорим два слова, да. Скажем, он пошел, она сказал. В идыше, как в любом германском языке, это три слова, да. Как в немецком. Так вот, в одесском языке вот это третье слово, его переводили на русский. Я когда-то слышал разговор двух пожилых женщин в Одессе, на русском. Одна спрашивает, вы были, слышали, там были рыбу давали. Другая говорит, если я была знала, это была пошла. То есть они вот это вот, была, вот это третий глагол вспомогает, они его переводили на русский. И получался и так далее. Теперь, по сегодняшний день, вот в Одессе мы можем услышать кальку, чистейшую кальку сидыша, когда мы рассказывали про эти сапоги, да. Вот мы знаем там женщину, которая Одесса вед, историк, и она пошла покупать ортопедическую обувь себе, и перемерила кучу пар, и ничего не подходит. И она жалуется продавщице, вы знаете, я так устала, я сегодня перемерила столько обуви, и говорю, ничего не подходит. И продавщица отвечает на русском. Она говорит, правильно, потому что обувь надо мерить на свежую голову. Имеется в виду, не одевать ботинки на голову, это чистый перевод сидыша на идыша из поговорка. Ой, фрешнкок, это значит вставь с утра, когда еще голова ничем не занята. И она эту поговорку переводит сидыша на русский, и говорит по-русски. Вот, поэтому, можно ли назвать, скажем, этот одесский язык отдельным языком, я не уверен. Бои, скорее всего, это диалект своеобразный русского языка. Но что важно понимать, что на протяжении последних минимум 800 лет подавляющее большинство еврейского народа жило на идыша. Когда мы говорим подавляющее большинство, это процентов 80. То есть, и это единственный из всех еврейских языков, на котором создана богатейшая литература. То есть, это вот, что, сутсера, отличает язык от диалекта, это на языке создается творчество. На ладину есть огромная музыкальная культура, романсы, но не литература. На идыше создана огромнейшая литература. То есть, литература, которая по количеству всего написанному вполне может сравниться с передовыми европейскими литературами. Идыш – это язык, на котором говорили и творили одновременно в Вильне, в Варшаве, в Париже, в Сибири, в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе, в Сиднее и в Иерусалиме. То есть, это, если хотите, международный еврейский эсперанто. То есть, на этом языке вы могли найти собеседника в любой точке мира. И этот язык, вот это его основная цель была, он являлся визитной карточкой. То есть, если еврей подходил к другому человеку и спрашивал его на идыше, в Вос-Махта-Иди, как поживает еврей, и сам вопрос, он как бы был визитной карточкой. То есть, если я с тобой говорю на этом языке, это значит, я самоидентифицируюсь, как еврей, я тебя идентифицирую. То есть, этот язык создает внутренний код между нами. И, собственно говоря, основная функция этого языка – это была преграда против ассимиляции. Там, где хотели ассимилироваться, там переходили на другие языки. Почему, например, этот язык основной частью его распространения, основным местом его распространения – это были местечки? Ибо местечки евреи могли жить в закрытой общине. В городах они соседствовали с другим населением, и там они постепенно-постепенно переходили на другие языки. Но, скажем, опять же, в таком городе, как Вильна, где евреи составляют 42% населения до войны, и, как же тот же Карпинович пишет, описывает огромное количество неевреев, литовцев, поляков, русских, которые тоже понимали, если даже не говорили, были такие, что говорили, но понимали идиш. И он даже описывает, что в Вильне был создан слэнг такой, что, скажем, у воров, что неевреи, они понимали некоторые слова из воровского еврейского арбо, и они тогда идишские слова меняли на еврейские, чтобы неевреи не поняли. То есть это город, скажем, где евреи были 42% населения, то здесь было сосредоточие светской еврейской культуры, но об этом чуть попозже. Поэтому первая функция этого идиша – это создавать национальную территорию, ибо у всех народов были три призрака, три фактора, которые определяют national identity. Это язык, это традиция, культурно-потворная традиция, и это территория. У евреев было только два, не было своей территории. Поэтому роль в этих двух факторах – язык и традиция – оно было намного больше, чем у других народов. Например, если возьмете белорусов, белорусы практически потеряли свой язык, он же сегодня не мертвый, можно сказать, язык. Пытались его как-то оживить, но они не перестали быть белорусами, потому что у них была территория. У евреев не было территории, поэтому там, где теряли язык, там начинала бушевать ассимиляция. Язык – это была национальная территория. То есть это как бы было полинациональной среды, вот это его основная роль. Теперь, вторая функция этого языка, как я сказал, это язык для бытового повседневного общения, но вы в нем не можете понять ничего ни в литературе, ни в фольклоре, не зная религиозной традиции. Он как бы является мостом и связью между религиозной и светской жизнью, между национальными ценностями и универсализмом. Например, я вам приведу примеры вот из речевого фольклора, да, из речевого фольклора. Просто когда, неважно, этот человек может быть самым, что не есть, светским, секулярным. Он может не ходить в синагогу, он может не исповедовать, как мы говорим, митцвод, вот как бы не хранить еврейские традиции. Но сама его речь на идыше, она его заставляет окунаться в религиозную традицию. Например, если есть что-то у нас длинное, что-то долгое очень, вот долгий какой-то рассказ, долгая какая-то история и так далее, человек из народа никогда не скажет, это слишком долго. Есть выражение в языке цу-ланг. Это словесно правильно, это мысленно неправильно. Ибо мысль человека из народа, она всегда работает так, чтобы выразить эту мысль каким-то выражением визуальным, у которого есть визуальный характер, в котором что-то можно увидеть. И поэтому этот человек скажет, он не скажет, что это слишком долго, он скажет, а ланге мегиле, это длинный свиток, вот как свиток Тор, если вы знаете, да, это пергамент, который, так вот он скажет, это слишком длинный свиток. Или, если скажем, если, скажем, фишком коротко что-то, вот, допустим, в одном из рассказов Нобелевского лауреата Башевиса Зингера, есть там человек рассказывает о своих четырех браках с женщинами, и все закончилось изменами. И он рассказывает, что на второй я женился, он говорит, но вся любовь закончилась очень быстро. Вот такой вот человек из народа никогда не скажет слишком быстро, это не по-еврейски. Слова могут быть еврейскими, но мысль не еврейская. Он говорит, вся любовь длилась от поста эстер до праздника Пуриум, что это один день. То есть принято говорить не вот так, а вот так. Завуалировано, и обязательно, когда говорят на этом языке, даже на грустные темы, всегда появляется улыбка на лице. Ибо мы не смеемся над тем, что сказано. Что сказано, это обычно не смешно. Как сказано? Как сказано? Это важно. Теперь, если, допустим, есть вот женщина такая изнешенная, девушка, она очень ранимая, нежная такая, то есть слова нежная, ранимая, и все эти слова есть. Человек из народа, он так не скажет. Он скажет о ней, она буквально крошится, как пасхальная маца. Да? Вот. Трубнира. То есть на каждое, на каждое выражение, каждое понятие у вас есть какое-то выражение, которое создает картинку. И поэтому, даже если вы самый светский человек, но вы говорите наидыше, то невольно вы живете, как бы, еврейской традицией, потому что вы употребляете на каждом шагу слова из еврейской традиции. Например, сегодня есть более 70 университетов в мире изучают иидыше. Большинство тех, кто изучает это, не евреи. Они изучают прекрасный академический иидыше, они хорошо на нем говорят, если люди про это, то рады сделали, пока не доходит до чего-то, что связано с традицией. А когда доходит до чего-то, что связано с традицией, там им уже нужен переводчик, потому что они не жили этим образом жизни и не знают его. Теперь, и вот, скажем, вот это вот вторая функция иидыша, то есть это светский язык, который замешан на религиозной традиции. И он как бы в себе, и культура на нем, они соединяют в себе вот светские ценности и религиозные ценности, или, скажем так, национальные ценности и универсальные ценности. Третий пункт очень важный, и тут я вот, конечно, всегда привожу пример Картеновича. Видите, иидыш – это язык общины, закрытой общины. Я сказал, его, если не считать такой город Катвильный, его как бы природная среда – это местечко. Местечко на протяжении тысячи лет, сотен лет, выработала образ коллективистской психологии. То есть в местечке судья – это община. И в местечке самый важный фактор оценки человеческих действий – это что люди скажут. Так же, как, наверное, и в селе, в любом и так далее, в маленькой общине, что люди скажут, «Как на меня посмотрят?» И вот этот язык, он в себе закрепил, закрепил вот этот образ коллективного мышления. Потому что мы сегодня от него отошли. Сегодня мы живем в больших городах, и нам абсолютно неинтересно, что о нас скажут. Вот. Местечко – это было самое важное. Поэтому иидыш настолько изобилует вот такими выражениями, «Как я смогу людям в глаза посмотреть?» «Как на меня посмотрят?» «Что обо мне скажут?» «Как я смогу на улицу выйти?» И иидышское мышление, оно выработало код, который Карпинович повторял за каждым предложением. Вот этот код – это то, почему он всю жизнь тосковал. И это то, чему он посвятил жизнь. «Сыпастничт». «Сыпастничт» – значит, не подобает, не красиво, не хорошо. «Сыпастничт». Это, я это перевожу так, это внутренняя граница стыда. Это не когда кто-то тебе говорит, что не подобает. Это ты сам себе говорит, что «Как я могу такое сделать?» Это не подобает. Это когда человек вот сам чувствует… – Внутренний моральный кодекс. – Внутренний моральный кодекс, когда внутренняя граница, когда человек сам себе говорит, «Я этого не могу перейти, ибо это не подобает». И когда я с Абромом, я помню, я сидел вечерами с ним, днями напролет, я ему часто спрашивал, «Абром, почему основная часть ваших героев – это не вот, как же так, презентабельные люди?» Почему он так нравится описывать этих, я не знаю, там, этих воров, проституток, сутенеров и так далее? И он тогда мне сказал, он говорит о важных и больших из знаменитых писали до меня и напишут после меня. Говорит, об этих я последний, кто может написать. Я ему говорю, а почему так важно именно о них написать? И он тогда ответил, очень благоводный ответ. Он говорит, почему? Потому что яма в панарах уравняла всех. Там все были равны. Какой-то профессор и ученый, и воришка упали в ту же яму. Он говорит, об этом профессоре будут помнить, об этом ученым напишут, а вот этого воришку никто не напишет. Он говорит, и моя цель – это увековечить как бы вот какой-то пучок еврейских душ, может быть, заблудших душ, но они тоже были частью нашей панорамы, нашего народа. И без них не было бы вот этой виленской панорамы. Он говорит, и я хочу, чтобы спустя, может быть, десятки лет какой-то ученый, какой-то студент откроет мою книгу и перед ним воскреснут вот эти вот души, о которых не принято говорить. Я хочу увековечить именно тех, о которых не будут говорить и не будут вспоминать. Вот это была его часть. И поэтому он ставит как бы своей целью. И вот это вот, наверное, смысл всего его творчества, что даже когда он описывает уголовный мир, то в каждом рассказе он должен найти вот эту сэпасность, вот эту моральную границу, которую даже они не переходили. Вот когда в каждом рассказе он должен найти вот что-то человечное, что-то моральное, которое даже вот эти люди не переходили. Вот ему очень важно было увековечить вот эту сэпасность, увековечить вот этот моральный кодекс поведения, даже у этих людей. Потому что, говорит, у обычных людей это не так примечательно. А вот когда, скажем, вот у этих воров, я не знаю просто, что да, переведено на Литовский. Не знаю, ты расскажи то, что нет. Вот у него этот знаменитый рассказ, там где приезжает Зелик Балтуев, это был руководитель мафии. И к нему приехал один, который уехал в Америку, из Вильнюса, и вернулся туда. И он боялся к нему прийти, потому что там полиция польская следила. И он послал кого-то к нему и сказал, скажи Зелику, что у меня к нему есть предложение. И этот говорит Зелик, но я ему скажу, чтобы он к тебе когда придет, чтобы оделся по-человечески. Потому что он приехал из Америки в красных узких штанах и в зеленом пиджаке. Стыдно так по Вильнюсу ходить. Что Вильнюс скажет, когда она его увидит? И этот пришел к нему и он ему рассказывает. Говорит, ты знаешь, в Америке есть очень хороший бизнес. Называется Kidnap. В заложники взять Kidnap. Этот Зелик спрашивает, говорит, как в Америке делают... И он скривился, говорит, в Америке делают такие вещи. Он говорит, о, еще как? На этом можно так разбогатеть. И он его уговаривает взять, выкрасть ребенка, мальчика. 6-7 лет ему было. У него была какая-то фабрика, которая мыло выпускала. И мы его отцу напишем письмо, чтобы, опять же, эмоции и шапость. Вот опять же, рассказ о ворохе, да? Но есть вот такое понятие эмоции и шапость на исходе субботы. В субботу ничего плохого не делать. На исходе субботы, да? Значит, чтобы он там и там-то положил деньги. И сколько-то там злотых. А если нет, тогда мы... И вот когда он начинает перечислять, что они сделают этому мальчику, то жена этого вора, который слушает это, упала в оборок. Она не могла этого выдержать. Вот. И они выкрадывают мальчика. Как выкрадывают? Один этот избойщик поджидает его у школы. И говорит, пошли, я тебя возьму покататься. И взял этого мальчика покататься и приводит к своей жене. И жена этого вора смотрит на этого мальчика. Ему там 6-7 лет. И он все время плачет. Я хочу к маме, я хочу к маме. И она... У нее вот... Она же жена вора, да? Она сама тоже не очень праведная женщина. Но у нее сердце рвется. У нее материнское это сердце. Она не может выдержать. И она говорит мужу, слушай, он из богатой семьи. Наверное, он каждый день привык пить какао. Говорит, поиди немедленно и купи ему какао. Это начал кричать. Почему я в него должен деньги кладывать? Я еще из этого бешакта не видел ни рубля. Она говорит, пойди, купи какао без этого, чтобы ты не приходил домой. И он идет и приносит. И она уже не знает, что ему. Она ему варит бульон. Она ему варит эти... Она уже не знает, что ему дать. Этот мальчик стоит и плачет. И вот даже вот это вот, ему что важно сказать. Вот эта вот женщина, жена вора, воровка, она зажигает субботние свечи. То есть суббота остается традицией, остается традицией. Этот мальчик еще больше начинает плакать, говорит, что вот я вспоминаю, как мама зажигает субботние свечи в субботу. И когда эти все горы спят, она не может вынести. Она его укутывает в эти одеяла, несет его на широкую улицу и говорит, вот первый человек, кого ты встретишь, скажи ему свое имя, и тебя отведут домой. И вот она вот идет, его несет на руках и говорит, это не для вильны. И вот так вот это, вот это ему важно было показать, что даже вот эти люди, у них были какие-то моральные границы, которые не переходили. И вот это вот ныть фор вильны, это стыдно перед вильной. Опять же, кто это говорит? Это неприличные люди говорят, это говорят воры, вот это вот уголовный мир. Вот это ныть фор вильны, это ныть фор вильны, это как бы лозунг у него был. И вот что я здесь хочу сказать, что вот этот третий фактор, вот этой едущей культуры, это очень-очень важная вещь, это именно моральный уровень и всегда действует с оглядкой, что скажут. А не стыдно ли мне будет потом? А как я людям глаза посмотрю? Вот это то, что эта культура символизирует. Теперь, еще один фактор, это вот эта культура как бы народа, который оторван от своей почвы, от своей земли, в ней есть потрясающий мотив, это вот как бы духовная связь народа со своей землей. И я не знаю, там есть рассказ ебрейские деньги, есть, да, вот вам, вот вам типичная, типичная история, причем я когда спрашивала об Рома, вот о ком он писал этот, у меня адреса называл, понятия, я, это одно из самых потрясающих чувств в моей жизни, вот это дожидю было. Мы сюда приехали впервые, это был по-моему, в 2014-го года, да, я до этого никогда не был в Вильнюсе. Я через его рассказы, я ходил по городу, мне никакая карта не нужна была. Я четко знал, не только какая улица, единственная проблема была это перевести литовские названия в старые польские, потому что он употреблял эти старые польские. Но как бы город, вот и сейчас я по нему хожу, он живет как бы через его рассказы. Он же улицы называет, он адреса называет в рассказах, и это, я бы до сих пор не знаю, и я себя немножко короче не спросил, он-то сознательно делал это так, как бы получалось у него на автомате. Вот, например, я прохожу, и вот он мне всегда рассказывает, что вот на углу, это, Тайчегас, Йидишегас, это немецкая улица, еврейская улица, в ход всенагогальный двор, да, он говорит, сидела нищенька, говорит, она 40 лет там просидела, и вот она утром, в 8 утра, про ней можно было часы сверять. И вот она садилась и начинала кричать, евреи, дайте милостыню, чтобы Бог вам послал легкую болячку и хорошего доктора. Он говорит, не было одного, она была частью вот этой вот панорамы, не было ни одного, кто бы ей не дал, кто бы ей бы чего-то не, кто бы ей не прошел мимо. У кого не было денег, там бросили какую-то картошку, какую-то булку и так далее. Но она была частью вот этой вот панорамы, потому что пройти мимо и не дать ей это было с опасностью, что-то не подобает. Вот эта вот с опасностью, она висела над ними, как меч, как нож, не сделает ничего такого, со что тебя осудит. Теперь, вот у него, часто его рассказы, они вдруг воскрешают. Вот как мы союз живем. Вот я вам приведу еще пример. Я как-то давал лекцию, у него свой рассказ называется «Гзейр и предобор». Этот, по-моему, не переведен, я вам не на кейсы не переведу. Он описывает, вот когда я говорю о тоске по Сиону, по своей земле, в синагогальном дворе Шунгой, помимо большой синагоги, по периметру, да, вот по краям, были 13 маленьких синагог профессиональных. То есть, было у портных, у маляров, у сапожников, у могильщиков, у каждой профессии были свои. И вот, что интересно, он говорит, был такое двухэтажное строение, там было, и там была синагога малярская. И это, опять же, у этих людей, у них все уживалось. Он говорит, в основном, кто это были? Работяги, маляры. И вот они после того, что они каждый день отработали, они приходили домой, приходили, перед тем, как шли домой, приходили в синагогу помолиться, вечернюю молитву. На втором этаже над этой синагогой был Койлель. Койлель – это такая комнатушка, где просто сидели и учили гмору, священное писание. И там вот в этом Койлеле этим заведовал такой был Шмерл Шарафан. Это был очень интересный человек, который вот этим вот работягам всегда хотел что-то приятное делать. Я говорю, это тяжело работать. Вот, например, на каждой, когда у кого-то был день рождения, он делал такие рукописные тетрадки маленькие, и писал им стихи, и писал им что-то, какие-то пожелания. И вот каждому давал такое. У них не было денег, там, купи там что-то. Но вот такой вот подарочек, чтобы человек чувствовал какую-то вот отдушину. И вот собрались эти маляры внизу, и один из них, опять же, один из них бундист, один коммунист, но помолился вечером. То есть у них это не было в противоречии. Вот, и этот, который коммунист, этот стоит, они закончили молитву, и этот стоит и вещает. Он говорит, вот, жертвы проклятого капитализма, посмотрите на восток, там, по солнцам Сталинской, это все в синагоге, по солнцам Сталинской Конституции, а один спешит к любовнице. И его, а этот никак не хочет закончить свою речь. И он говорит, Господи, этот, который спешит к любовнице, говорит, скажи мне, почему он не заткнется, зачем ты создал вот такого и сказал некрасивое слово. И вдруг у них шок. Человек пришел в синагогу и сказал гнусное слово. И они начали кричать на него, ругаться с ним. И такой крик был, что наверху невозможно было сидеть и учить. И вот этот Шмерл Шарафан спускается вниз и говорит, что здесь за гвал, что это за крик. Говорит, вот Карпел сказал некрасивое слово в святом месте. Этот скривился, говорит, как можно такое сделать? Сепасныш! Не подобает некрасивое слово в синагоге. И он говорит, Шмерл, скажите, какое наказание ему дать? А этот Карпел, он рисовал щитки, ну, эти афиши, да? И какое его наказание? И вот этот смотрит, смотрит, и там голая стена. И он говорит, послушай, у меня есть предложение. Давай ему поручим, чтобы он здесь нарисовал на этой стене стену плача Иерусалимского храма. И ни у кого не было сомнения, что он этот чик-чак быстренько нарисует. У него это взяло полгода. Вдруг он целиком погружается. То есть он как бы всю душу вкладывает в это. Он не просто рисует камни. Через полгода, когда эта стена была уже нарисована, этот Шмерл туда спускается, ему там осталось что-то пару последних штрихов сделать. И вот он ему говорит, Карпел, ты не заглядывай в бумажку, в эскиз. Ты посмотри к себе в сердце. Ведь там у каждого из нас есть храм. И каждый из нас на волнах этой тоски по храму идет туда. То есть это были простые люди, это работяги. Но они говорили вот о таких вещах. И потом Авром пишет, когда приехали в послевоенную Вильнюю, и весь этот дом, синагогальный двор был в руинах. Потом еще советы разрушили, там то, что осталось. Он говорит, что на одной из стен еще можно было увидеть вот эти остатки вот этих нарисованных камней стен и плача. И вот как-то я даю лекцию. И я говорю, вот этот Шмерл Шарафан, это такой образ красивый. Я говорю, я не знаю ли это настоящий образ, я не успел его Аврома спросить. И тут ко мне на следующий день приходит женщина, говорит, здрасте. Капказ-то не настоящий, это друг моего отца. Вот фотография, которую он прислал моему отцу в 1934 году в Палестину. Говорит, из Вильны. И так вот написано, 22 июня 1934 года. Вот он говорит, все друзья сфотографированы в синагогальном дворе, в центре этот Шмерл Шарафан. Говорит, это близкий друг моего отца. Вот он прислал. И вот таким образом вдруг вот этот рассказ оживает по новой. Вдруг ты видишь, что это настоящие люди, что это не просто какие-то литературные герои. Это люди, которые жили, которые мечтали, которые о чем-то, чего-то хотели и так далее. Вот теперь, вот опять же, одна из черт этой культуры, это вот отдельно, это тоска, духовная тоска по Сеону, духовная тоска по своей родине, которая когда-то будет, когда-то будет. Вот этот же рассказ «Еврейские деньги», как он заканчивает добром, он говорит, он говорит, что вот эта валюта Шекеля, которой мечтал тот еврей, который вот эти деньги рисовал, он говорит, Шекель пришел к своему домашнему берегу, который так далек от Вильни. Но в Вильни был вот тот еврей, который мечтал об этом. Мечтал, что этот еврей будет пользоваться своими деньгами. Вот. Ну и последний фактор, очень важный. Смотрите, идэш, это надо относиться к этой культуре, как одной, может быть, одной из основных жертв Холокостка. То есть из 7 тысяч языков, которые знала человеческая история, вряд ли был еще один, были языки, на которых перестали говорить по каким-то историческим причинам. Ирландцы, ирландцы, они перестали говорить на своем языке, они сейчас его упорно наслаждают опять, перешли там на английский и так далее. Вот. Этот язык в буквальном смысле расстрелян. Расстрелян и сожжен. То есть, когда мы говорим слово «идэш», это одна, это не одна из, это основная духовная жертва Холокостка. То есть, это культура, которая прекратила свое естественное развитие именно из-за Холокостка. То есть, поэтому, и что очень важно понять, в этом смысле, опять же, Вилья отличается. От того, что было в Вильне во время Холокостка, не было больше нигде. Без дел в Лооце и в Варшаве были какие-то попытки культурной деятельности. Та культурная деятельность, которая была здесь, такого больше не было нигде. То есть, чтобы в гетто играл театр и симфонические оркестры, духовой оркестры, и лекции, и лектории, и праздники какие-то, литературные вечера и музыкальные. Вот этот книг, вот этот блокад. Высовский художник. Да, есть целая книга. Да, да, я хотел показать. Вы здесь понесли. Есть вот здесь поручения, они просто передают книгу, плакаты Виленского гетто. Вы листаете, это, ну, уму непостижимо, да? Есть каждый день панары, есть каждый день акции и так далее, а есть вот такое вот бочное культурное движение, создаются песни, творятся вещи. Это просто уму непостижимо. Панары, да, да, о культурной деятельности Виленского, например, вечер Хануки, концерт духового оркестра, открытое, открытое выступление в театре Гетто, вечер, посвященный памяти Шоу Малейхима, вечер на иврите, на иврите, по-моему, и так далее. То есть вы листаете это, это не, больше нигде в общем. Хорошее литовское издание здесь есть. Выставки. Есть и пьем. Выставки, Виктория, нигде, никогда больше такого не было. Это вот, опять же, только в этом городе. Причем, опять же, такое средоточие, ну, это я вот во второй части буду об этом говорить, творческих сил, как вот здесь было, тоже больше нигде не было. Вот. Ну, и вот это вот, в принципе, вот этих вот основных пять факторов, которые еврейскую и индусскую культуру характеризуют. Первое, это вот как бы национальное, создавало среду национального питания, национальную территорию. Второе, это вот мост между светской и религиозной культурой. Третье, это система коллективистских моральных ценностей, вот это все пасы. Четвертое, это связь народа со своей землей. И пятое, это одна из основных жертв Холокоста. И вот, и центром, и в то же время культуры созданы не о, и не после, а во время Холокоста. И вот центром вот этой культуры, опять же, была Вилья. Вот. Ну, тут до сих пор, если хотите что-то спросить, поговорить, то, пожалуйста, применим средства очень. Это, возвращаясь к началу нашей лекции. Когда исторически в Бильнюс пришел идиш? Потому что я когда-то слышал такую теорию, что самая большая была, она, нахлынула в конце 16 века, когда они с богемией моралью. На чем говорили до этого? Идиш пришел вместе с евреем. Что они уже говорили на идише лет 300? Но это был не тот идиш, наверное. Это был, ну, как любой язык, он развивается. Естественно, сегодняшний русский, это не тот, что был в 14 веке. Любой язык он, но это уже был идиш. В принципе, уже в 16, в начале 16 века был такой немецкий, христианский профессор, который в Базеле выпустил книгу, и он уже показывает, уже в начале 16 века, что идиш это уже независимый язык. Это уже не иврит, это уже независимый язык. То есть в идише уже слова изменились, они уже ушли достаточно далеко и от немецкого, и от иврита. И грамматика уже изменилась. То есть уже в 16 веке это уже независимый язык. Естественно, это еще не настолько развитый культурный язык, как сейчас, но это уже не язык, и с этим языком они сюда пришли. То есть практически идиш это, они не говорили на чем-то другом, придя сюда. Уже говорили на идиш. Ну, пришли они сюда, я понимаю, в 14 веке. Ну, это еще, может быть, первое было идиш. Да, да. Но идиш это язык, который уже в 10 веке формируется. Он начинает формироваться. Сначала он называется Лошинашкина, язык Ашкина, а потом называется Ифрит Айч, еврейский, немецкий. А уже где-то в 16 веке это уже идиш. Вот. Ну, пожалуйста, когда я перейду к Вильне, то я... А может, когда-нибудь стоит поговорить и об этом международном, в таком контексте и процессах выполненных эмиграций, и о театрах в Нью-Йорке, в Америке? Да, да. Ну, тут очень важно понять, что, значит, если мы говорим о статистике, то мало статистики есть. Но статистика, например, такая. В 1897 год, в 1897 в Российской империи была проведена перепись населения. И тогда по переписи населения, по всей Российской империи, которая включала и то, что сегодня Россия, Белоруссия и Украина, но и Балтийские страны, и Польшу, да, то в границах Российской империи живет 5,5 миллионов евреев из 10,5 миллионов, которые вообще тогда были в мире. На вопрос о родном языке 92,7% ответили иидыш. И что интересно, 26 тысяч неевреев признали иидыш родным языком. Потому что люди, которые жили в местечках, где евреи составляли 70-80% населения, это был основной язык, без него трудно было обойтись. И вот в первой четверти 20 века практически четверть этого народа, то есть 2,5 миллиона, оставляют в местечке и едут в Америку. И Америка – золотая страна, как ее называли. И верят, что там доллары растут на деревьях. Америка, они знали четко, от чего они уезжают, куда они едут, они себе четко не представляли. Они представляли себе какой-то рай на этой земле, где бриллианты валяются на улицах, где все живут очень счастливые и богатые и так далее. От чего они уезжали, они знали. Черта оседлости, бесправие, погромы, антисемитизм. Куда они ехали, не очень себе представляли. И вот эта дорога, она представляет собой дорогу мук. То есть вот последняя романка Шолома Лейхома, которую он пишет на протяжении последних 10 лет своей жизни, «Мотл», мальчик Мотл, сын Кантра Бейси, он практически может служить энциклопедией этой эмиграции. Он описывает, как они оставляют свое местечко, Касриловка, прототип Касриловки, это город Бердичер. И продают полквартиры, которая им там принадлежала, и денег им как раз хватило купить железнодорожный билет до Броду. А Броду это была пограничная станция между Российской и Австро-Венгерской империей. У них же нет ни документов, ни паспортов, ничего. Они в Броду, как он говорит, они своровали границу по-черному, а на границах воровали их. И они плачут, будут на себе волосы, кричат «Гвалт!» «Гвалт!» «Украли богатство!» Что было в богатстве, с которым 6 человек едут в Америку? Две большие подушки, три маленькие подушечки и одеяло, у которого оторвана подкладка, но еще можно пользоваться. Вот с этим богатством 6 человек едут в Америку. Из Брода они едут в Ленберг, нынешний Львов. Из Денберга в Краков, оттуда в Вену, из Вены в Антверпен, из Антверпена в Лондон. Почему все эти города? В каждом городе они ищут организацию АЭС, это организация по существованию, ну, социальной помощи. Там им дают какую-то порцию денег, чтобы продолжить до следующей станции. И когда они приезжают в Лондон, там им говорят, здесь мы вам только можем дать денег, чтобы вернуться назад домой. И вот три месяца на этом пароходе они плывут. У большинства не было денег купить каюту, билет в каюту. Ехали между палубами. Большинство получило эту морскую болезнь, рвота, тошнота и так далее. Страшные запахи. Они ели только кошерную еду, что можно есть три месяца кошерную. Варили картошку с кожурой и макали в соленую воду. И вот это то, что они три месяца ели. И когда они приезжают на этот заповедный берег, то там оказывается все очень плохо. Потому что приезжают они в место, которое американцы называют The Gate to Freedom, Элис Айленд. А в еврейской литературе это место называется Остров Слез. Ибо там каждый день проводили селекцию. То есть семьи распадались. Одного впускают, другому говорят, я уезжаю обратно. Огромное количество самоубийств было, люди прыгали в Гадзен. Жуткие истории там творились. Но те, кто уже туда приехали, например, сегодня уже никто не помнит, еврейская литература, она этого вековечила. Больные глаза. У кого была трахома, болезнь глаз, не впускали в Америку. И вот кто вот с этой вот болезни приезжал, их возвращали обратно. Когда уже туда приехали, то оказалось, что ничего там на деревьях не росло. И большинство пошли работать очень тяжело. Светчапс. Такие называемые патогонные фабрики. Это текстильные такие цеха были. И вот интересно, что первое поколение эмигрантов, все писатели, которые их описывают, они пишут рабочие с бледными щеками. Почему? Потому что эти все свертчапсы были обычно в подвалах. Там место было самое дешевое. И они сидели, работали по 10-12 часов. И не видели свет дневной. И получили такой специфический цвет лица. Но даже когда вот в такой вот жизни тоже хочется какую-то отдушину, и вот тогда, с начала века, вернее, еще в конце 19 века, появляется явление, которого больше не было в истории мировой культуры. Рассвет еврейского театра. Этот период называли The Golden Age of Yiddish Theater или The Parod of the Second Avenue. На Second Avenue, на одной Second Avenue 23 репертуарных еврейских театра. И семь на Бродвее. И все на Идже, да? И все на Идже. То есть это город, где средотачиваются 2 миллиона евреев. Из них практически подавляющие высоты эмигранты из Восточной Европы. И вот, когда они искали себе, вот после этого 10-12 часов в день, да, работали, им что-то нужно было для души, они идут в театр. Союз Trade Union, как они называли это, Union of Yiddish Actors, да, еврейских актеров, в 1927 году насчитывает три с половиной тысячи членов. И это не все, это только члены Союза. Очень трудно туда было попасть, в этот актерский Союз. Этот еврейский театр, который там основался, он целиком был музыкальный. Ибо на Идже никогда не было элитарного искусства, как на других языках. Потому что те, кто считали себя элитой, они первым делом приставали говорить на Идже. Вот, на Идышский театр он всегда был повернут лицом простонародью, простому люду. А простой человек, он всегда измученный, бедный, несчастный. И почему сюда театр музыкальный? Каждый еврей говорил, если я уже иду платить деньги, то мне нужны чьи-то беды, у меня полно своих бесплатных. Если я уже плачу деньги, то я хочу расчувствоваться. Радоваться. Я хочу радоваться, я хочу смеяться, я хочу забыть мои беды, а не набраться новых. И поэтому, что может больше прочувствовать, чем музыка? Поэтому все, что там практически ставится, это были воды вильям. Еврейский театр, еврейский театр, даже когда писали афиши, они написали опера. Хотя там опера ничего не было. Но еврейский театр, он в основе своей музыкальной, невозможно было найти пьесу, даже более-менее серьезную, где бы не было музыки. И что интересно, что знаменитые, самые знаменитые песни, которые давно уже стали народными, они все оттуда из Тиана. И международными. И международными. Они все оттуда. Зачастую никто не помнит, ради какого музыкла оно было написано, но музыкл забыли давно, а песню все помнят. И оно все... Секунда. Секунда. Что там секунда? Он написал этот Бомир Бестушейн, он написал в 1932 году, мюзикл, который назывался «Можно жить, но не дают». И он говорит... Знаете, это... Это из мюзикла прогресского. Вот. И этот мюзикл в коммерческом плане был провальным. Он его через два месяца убрали. А песня, она в известном всем мире переведена на все языки. Кстати, «Можно жить, но не дают перевод на литовский язык». А, да? Вот. Поэтому... Поэтому... И вот этот вот рассвет этого театра, он... Это... Такого не было больше ни в одной культуре. Было 30 театров в одном городе. Причем, интересно, что начало, начало, первое поколение, в основном, оно живет пьесами на тему восточноевропейской тематики. То есть, вот первое поколение мигрантов, они еще остались психологически и духовно, они остались там, в старом доме. Да? И поэтому все действие происходит где-то в местечках, где-то в России и так далее. А уже где-то с конца 20-х годов уже появляется американская тематика. Там уже люди, у которых уже дольше времени живут там. И вот что интересно, для театра было написано огромное количество песен, но не было конкретно ни одной тематической песни, которая бы не была написана о каком-то городе, только о Вильне. В 35-м году Вольсон пишет вот эту песню в Вильне, в Вильне штатфонгайшнг-минус, в Вильне город, город грусти и духовности. Вот не было песни, о по 10, допустим, или там о Варшаве, о Вильне. И тут, кстати, вот, если перейти ко второму... Биалостоп. А? Биалостоп песня. Я не знаю, есть музыку? Она не настолько популярна была, потому что песня вот эта Вильня, она была прямо, она захватила ее весь Меркел. Знаете, что интересно, что он Карпинович вот в последней своей книге, я вот его цитирую, всегда он написал очень интересно. Он говорит, не виленчане, спрашивают нас, виленчане, почему ваша тоска по вашему родному городу, она другая? Вот виленская тоска по Вильне, она действительно другая. Они как бы, вот виленчане, они вот этой тоской по Вильне весь еврейский мир заразили. И, во-первых, во-первых, нет ни об одном другом городе, не выработан жанр такой прозы. Карпинович, когда вот он печатал не в книгах, а он печатал свои рассказы сначала в журнале «Голден и Кейт», «Золотая цепь», под заголовком всегда в скобках стояла «О Вильнард Роцейлук», «Виленский рассказ». Такого не было ни об одном другом городе, «Виленский рассказ». Это единственный город, который создал свою художественно-литературную школу. В 29-м году здесь сформировано движение «Юнг-Вильне», «Молодая Вильна», движение литераторов, художников, писателей, журналистов и так далее. То есть этого не было ни в одном другом городе, чтобы именно городская литературно-художественная школа. Теперь вот он пишет очень интересно. Он пишет, когда нас спрашивают, почему мы настолько упорно возвращаемся в свой город, он говорит, дать однозначный ответ, вот, дать однозначный ответ очень трудно. Неделинчане не могут понять, что наша тоска по Вильне, она не физическая. Он говорит, это не значит, что мы вот сейчас опять хотим вернуться и ходить по тем улицам и щупать здания, стены этих зданий. Он говорит, мы и так по ним ходим. Каждую ночь я пишет, прохожу закрытыми глазами Вильнские переулочки, спускаюсь к Бернардинскому саду, вижу серебристость Вильи, переливающийся серебристость волн Вильи. Нет. Он говорит, когда я хочу описывать красоту моего родного города, я его вижу и закрытыми глазами мне не нужно туда физически ехать, чтобы о нем писать. Но я когда-то хотел своих виленских героев поставить на улице Тель-Авива. Не получилось. Это он мне рассказывал в беседах. Не получилось. Говорит, я иногда сейчас эту попытку вспоминаю с улыбкой. Говорит, они все остались там. Их место там, в Шнипешах, в Софьяниках, в переулке той Бегитки, на немецкой улице и на Шулвой в Синоганном дворе. Здесь они не клеятся. И он пишет, мы не возвращаемся в Вильню физически. Мы возвращаемся в нее духовно. Мы не к домам возвращаемся. Мы возвращаемся в нашем воображении, к нашей памяти, к тем людям, которые окрашивали нашу тяжелую серую будничность в пестрые краски. Вот это вот здесь он дает самый такой четкий причем в прошлом в веке где-то в 90-х годах я сделал такой перепис в районе Тель-Авива, Большого Тель-Авива. Я видел 28 нашел тогда уже когда-то было много больше 28 землячеств. Это объединение выходцев из какого-то города. в первом поколении мигрантов самая важная структура это землячество. Это вот с каждой они помогали друг другу. Там были такие фонды кассы взаимопомощи, стипендии для детей и так далее. И во втором поколении они почти все отмерли. Почему? Потому что люди, которые приехали из этих мест, сохраняют память и ностальгию, а их дети, которые воспитывались уже раз не там, у них уже нет вот этого сентимента по самому. Единственное землячество, которое продолжает действовать очень активно и в третьем, и в четвертом поколении, это Бейт-Вильна, дом выходцев из Вильны. Это действительно какая-то тоска по Вильне на отцок то есть они каждый год сюда несколько раз приезжают, они ставят эти мемориальные доски, они выпускают там огромное количество материалов, книг, фильмов. Бейт-Вильна он действует не переставая причем третье и четвертое дом выходцев из Вильны. Еще и люди которые приехали позже. А те, кто из Союза приезжают но с другой стороны приехали тоже в 70-е годы много из Черновцов допустим, но нет Бейт-Черновцов да, приехали из других городов. А вот Вильна это какое-то у них особое причем они этой пасхой по-вильне они заразили всех. И когда говорят допустим Вильна то слово Вильна то у всех оно ассоциируется с этим понятием которое благодаря этому процессу эмиграции в еврейской литературе основалось старый дом. Вот этот мальчик Мотл он в принципе тот образ который для нас охарактеризовывает и создал два понятия старый дом и новый дом. Теперь вот этот вот я часто сталкивался с людьми которые ну наверное 50 лет прошли в Израиле когда они что-то вспоминают они говорят как было у нас дома я говорю практически всю жизнь ваш дом он здесь но все равно где-то в подсознании дом это вот там откуда ты там где ты родился и вот тоска по вильне она совершенно совершенно особая поэтому даже в Нью-Йорке я говорю опять же единственная песня которая настолько популярна это песня о вильне и когда в Нью-Йорке еврейский театр опять же процветает как я сказал в 28 году есть 30 театров в Нью-Йорке а в те годы каждый третий житель Нью-Йорка это еврейский мигрант 29 процентов а в 49 из этих 30 остался один в 49 году спустя 20 это осталось первое поколение мигрантов ушло а второе не пришло но сейчас считается 8-9 процентов в Нью-Йорке а? 8-9 сегодня сегодня да тогда 29 год это каждый третий житель но вот интересно первое поколение мигрантов ушло а их дети эти хотели быть американами эти пришли на английский эти оставили идыш оставили традицию начали ассимилироваться и все они уже отошли они уже отошли от еврейской культуры вот и еще что интересно что вот в те годы в вот этой эмигрантской среде опять же люди которые допустим целый день проработали на этом свеча они приходят вечером домой они хотят немножко отдохнуть они хотят немножко ведь не каждый день ходят театр билет театра стоил доллар андепотер доллар с четвертью а зарабатывали этих свеча два доллара в неделю очень в этой очень тяжелой работе и сленг который называли инглич то есть ведь подавляющее большинство мигрантов они не выучили хороший английский до конца жизни почему потому что они все вокруг было на идише ноуэр и сайт весь говорил на идише на работе на идише и дома на идише и так далее но им хотелось казаться американцами и вот они начали вставлять английские слова и получился это были такие коротенькие трагикомические рассказы и вот они смеялись на себе каждый рассказ это сценка это буквально визуальная сценка ее можно увидеть вот уже позже в 20-е годы появляется пролетарская литература потому что вот эти рабочие свеча это уже не были просто ремесленники они уже объединялись строить юнионс они постовали они пороли за 8 часов рабочих день за свои права и так далее и появляется там взрыв юридической литературы опять же вот до войны а потом уже пока первое поколение отошло а уже потом пошло все на спад тоже очень-очень феноменальный совершенно процесс культурологии вот опять же взрыв литературы расцвет театра и все первое поколение не правда второе поколение я тогда может добавлю что удалось в позапрошлом году в Нью-Йорке в музее города Нью-Йорка была чудесная выставка про гидишский театр именно именно об этом и эти огромные фотографии и вот этот сэкен пауэллий и другие улицы ну там толпы людей сейчас услышал про цены билета если доллар и котик но вся улица заполнена то каждый зал это две две с половиной тысячи местных театры там с тремя четырьмя балконами все так перегибаясь историю еврейского театры это один историю возник в 19 веке правый двадцать 1826 год двадцать 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 и наш Джодсон там начинал а у Джодсон тоже очень многие из будущих звезд Голливуда в Толгуни они начинали карьеру в еврейском театре с уходом театра они перешли в киноиндустрию и в Болливуд перенесся этот уже развитый инглиш там такой слянг с многими юридическими выражениями основаниями не с антурными сделаем перерывы или да вопросы ну смотрите как у нас открытое такое общение Маша у тебя что они вопросы из Москвы да вопросы наверное во-первых спасибо вам это писает очень интересно могу вам приписать например вот это вот картина еврейских лагиров с чем рядом маняки которые почти не описан у Карпиновича и сомнений сомнений виден в других каких-то воспитаниях все-таки какие-то отношения У Карпиновича практически 5 видов, правда? Да, он очень мало нееврейского общества описывал. А вот в этом мире идут те, которые им купятся и сумасшедшие, и коммунисты, и кунтовцы, и даже не знаю, ну и соответственно, это компитен. Каждый человек, он или коммунист, или кунтовец, или он, как бы, просто такой очень молитвенный еврей. Вот какое у вас такое впечатление того, то есть вот, это вот такой вот пост в мир, который всех по нему на пушку? Или есть какая-то общая масса, вот есть еще те, которые приезжают, которые готовятся уехать? Вот какая меня как-то так интересует, глубина, на вопрос, самая массовая, что в голове, идеология вот в этом сообществе? Меня слышал? Да. В этом сообществе я не думаю, что была какая-то экстремальность. То есть вот это вот еврейское сообщество, довоенное, оно было более умеренным, оно не было и в политическом плане. Конечно, были политические партии и так далее, но не было настолько экстремальным. Вот не было вот этого политического и религиозного и так далее вот этого разделения. То есть вот это то, что интересно у Карпиновича, что не важно, что он коммунист или буддист, но тем не менее он все на Богу, вот помолиться, у них это уживалось более не менее. То есть вот опять же даже самый светский человек, да, но тем не менее вот какую-то дань своей традиции религиозной он тоже отдавал. И даже если вот там вот кого написали «Восемку Когана» и так далее, там Семка Коган, коммунист, редактор газеты и так далее. Но этот тем не менее ходил к уличным женщинам и дружил с ними, даже хотел среди них профсоюз организовать. У него же замечательно рассказано эту тему. Расскажи. Расскажи. У него замечательно рассказано, называется «Забастовка виленских уличных женщин». Переведено? Вряд ли. Вряд ли это уже из последнего. Расскажи. Он, эта Семка, ходил к этой лейке черной. И она была его любовницей и так далее. И каждый раз эти бандерши, ну как их называют эти? Мадам. Мадам, да, повышали стоимость съемок койки или так, как это называется. И все. А он коммунист. И редактор этой газеты «Вильнертоп», «Вильнерский день» и так далее. И ему это страшно, за этих женщин больно. И он их всех созвал в Бернардинский сад. И начал им там вещать жертвы проклятого капитализма. Посмотрите на восток, там под солнцем сталинской конституции. Женщина не должна продавать себя, чтобы заработать. Там она честно может заработать, дая корове, крутя шурупы. И он, значит, он говорит, вот мы пойдем по этой широкой улице с забастовкой. Говорит, у этих портных может быть профессиональный союз? У сапожников может быть? Пусть у вас будет профессиональный союз. Да. Потом, значит, эти все эти мадам и сутенеры сделали сходку. И говорят, что-то это с опасностью. Не подобает. Дело слыхало, что они с забастовкой поверили. Дело, действительно. Давайте-ка мы снизим немножко деньги. Снизим цену. Вот. И чтобы наши, говорит, брак лучше, чтобы было тихо. Вот. То есть, опять же, у них это все как-то ужевалось. Я опять же, вот для меня этот Карпинович, он был, он вот символ вот этой эпохи и вот этого сообщества. Смотрите, он был исключительно, исключительно тончайшей души человеком. Человек, который понимал тонкости музыки, искусство. Он дружил с Шагалом. У него тоже портрет, его портрет Шагал написал. Он дружил с его близким другом, был Зубин Метта и Ляша Хейджицын. Заменитый мускант и все. Он окончил историю, исторический факультет в Лондоне и так далее. Он разбирался в очень многих вещах, но это был абсолютно человек вот народного типа такого, с народным юмором, с народными вот этими выражениями, с народными повадками. То есть, человек, который мог себе очень четко себя и органично ощущать и в суперинтеллигентской среде и в супернародной среде. То есть, у него в нем вот эта вот народность и интеллигентность, они очень хорошо выживались. И вот я думаю, что вот этот вот компромисс между вот этими экстремами, это и есть вот суть вот этого срочства. Ну, это вот важно очень, потому что оно спокойно, что без воздействия не очень сильного. Вот. Я, наверное, мог рассказать и какой-то ссальный анекдот, и в то же время беседовать с вами о тонкости флористической музыки. То есть, это одно другому совершенно не противоречит. Вот. Опять же, я вспоминаю, вот его вот часто в Союзе писатели его спрашивали, но как вот вы писатель, который практически все творчество свое подчинили одному городу? Вот Вильна, Вильна, Вильна. У него тогда две книжки есть на израильскую тематику, а десять книг они на виленскую тематику. Вот. И тогда он сказал потрясающую фразу. Он же проработал с сорок девятого года административным директором Израильского филармонического оркестра. И, ну, концерты, они же заканчиваются поздно в филармонии. И он там потом проводил там кассу и то, ну, там где дела какие-то делал. Вот он, ну, это его выражение, он говорит, я гашу свет в этом, во дворце культуры, закрываю его. Это уже где-то два часа ночи, поэтому ему всегда нужно было днем немножко поспать, потому что он привык работать ночью. Он говорит, иду пешком домой, это примерно 15 минут хоть быт, и говорит, и вот я ночью сажусь к своему письменному столу, снимаю костюм с галстуком, заложу в домашние тапочки. И тогда я из Тель-Авив Шельмава, то есть вот Тель-Авива, скажем, полного звуками классической музыки, филармонии, известных музыкантов и так далее, он говорит, я опускаюсь в Вильню Шельмата, вот в нижнюю Вильню, вот в Вильню Низов, которую я написал, которая поднялась к небесам. Это его выражение было. Вильна Шельмата попускались из Тель-Авива, возвышенного, в нижнюю Вильню, которая поднялась на вечном небесам. И для него это было совершенно естественно, вот этот вот переход из мира красивой музыки, красивой искусства и так далее, вот эту вот нижнюю Вильню, и то, как он описывает, это показывает, что он очень близко этих людей знал. То есть он совершенно сегодня уже никто не знает вот этого сленга, вот этого сленга Воровского, вот их выражение и так далее, никто, он практически удоковечил этот сленг. А вообще есть литовский, вильнюнский сленг? Есть, да? Есть, есть. Есть, да? В Литу он разговорил, он используется? Используется, но это отличает только у Кальбиньки. Из-за Кальбиньки? Из-за Кальбиньки. Они отличают. И только у тех, кто здесь родился. А большинство это приезжие. Ну понятно. До военных людей, которые жили до последней войны, я знал только одну, одну женщину, я так знал. Я даже больше ничего, никого не знал. До войны литовцев было 5 процентов. Вильнюс. А вот в этом, в восемьсот девяносто седьмом, в Литов-Собьевом было 2 процента по этому списку. И я еще хочу спросить, на то время, как у Крупновича есть рассказ про еврейские евреи из Америки, приезжавшие здесь, да, и как бы из Ива-Института, и они уже старались, как бы, сохранить эту культуру и исследовали. Да, это же тоже неудивительно, что именно вот этот Ива, первый пресс-Академический институт, создал здесь. Здесь было такое средоточие творческих сил. Вот здесь была такая династия писателей, Чарли. Один из них, значит, уехал в Аргентину, Данил Чарли, несколько братьев было. Один, Шмоль Чарли, уехал в Америку, ну, чарный, черный, да, вот, и там он поменял тамилию, это Шмоль Ниггер. Сегодня мы его обидели, но не политик ли коррект. И смотрите, вот он написывает, например, Даниэль Чарли, у него толстенный тон воспоминания о Вильне, да, и вот он пишет, он говорит, такое средоточие творческих сил, как было здесь, это ведь не случайно создался здесь. Ну, сколько там Вильна, да, она же по размеру не могла сравниться там ни с той же Варшавой, ни даже не с Одессой, ни с ней, маленький практически город. И вот на вот этом там километре территории этого старого города, вот он описывает, в венгерском заулок, венгерский, ну, венгрию, да, она сейчас тоже как-то называется? Венгрию. Венгрию. Вот, венгерский заулок номер 12. Венгрию. Там собирался литературный салон сионистско-социалистической партии. На Завальной улице был литературный салон с трошун-мазотом, там мемориальная доска сейчас есть. Ой, да, где, где, Джаматик, Джаматик. Там вы могли встретить корифеев современной иллюзской литературы, и Менделемой Кросформи, и Переца, и так далее. Там мы могли встретить и пролетарских писателей, и коммунистов, Маша, вот ответ на ваш вопрос, и пролетарских писателей, и коммунистов, и бундистов, и социалистов, и сионистов. То есть, все не уживались, естественно, спорили между собой и так далее, но, тем не менее, была общность. На широкой улице номер 34, это Диджо, да, было так называемое литературное кафе господина Дормана. Там, которое на идише называли не литературное кавьярное, а литературное кибецарное, кибецарное досборище. Вот. Там мы могли встретить любого из молодых еврейских писателей. Там они впервые читали свои... Вот это было место, вот это Юнг Вильна, молодой Вильна для литературной школы. Там они впервые читали свои произведения, там были всякие любовные интриги, романы, ну то, что есть в любой богемной жизни. Вот. То есть, практически, практически Вильна в те годы, это литературная еврейская республика. Вот опять же, этого не в одном другом городе нет. На этой крохотной территории, вот несколько, пожалуйста, сколько литературных мест и сборищ и так далее. То есть, вот такого вот средоточия духовной жизни в одном месте, поэтому не зря этот институт, который был создан здесь, вот в 25-м году, это первое академическое заведение, которое на идише. И счастье, что оно... Эти, перерывки. Хорошо, хорошо. Перерывемся, минут 10-15, да? Чайковный там есть? И продолжим. Кстати, вот я совсем недавно нашел книжечку. Вот опять же, то, что вы можете найти, ну, вид на идише, наверное, не на Домесхенде. Вот я же, ну, во второй части буду говорить немножко о Кочергинском. Это книжка, которую он уже издал в Аргентине, вот, называется «Между серпом и молотом». Он описывает Вильню вот в этот один год советской власти до войны. Вот сороковой год после советского вторжения и до войны. Описывает здесь вещи с документами, которые нигде вы сегодня не найдете. Это уже, наверное, когда Вильнюс стал литовским, на... Литовский советский, советский литовский. Советский литовский. Когда советская власть пришла... Понял. Да. То есть, потому что получалось так, что с 39-го полгода Вильнюс был литовским, еще без вторжения советского. Лидер, он имеет в виду совета с сороковой годом. Но воспоминания, как Вильнюс менялся из польского в литовский тоже очень интересны были. Потому что это... Редко встречали больше всего воспоминания об этом. Я из маленького города, родился в маленьком городе. Моя мама говорила, вот, вы говорите, гвалт, трепт на... А, в основном, да. Да, в Ильде. Тоже много евреев уже. Они в одном доме жили. В ладина... Естественные языки влияли друг на друга. Тетя говорила на идише, и на немецком говорила... Моя тетя. Ну, знаменитый литовский композитор по Ютворенос. С некоторыми студентами с ними общался на идише, он и ждал. У меня знакомый, который с друскими, он разговаривал. Он рассказывал, что его отец тоже рос с еврейскими, еврейскими, там, мальчиками, играл во дворе. А потом он уже в советское время... И он так и учил идише. В советское время он привозил из беременности, продавал там яблоки на базаре. И встречался с евреями где-нибудь из Дениграда, которые там часто в друскому приезжали. Так он обращался к ним на идише. Я тебе не знаю, нет. И они говорят, а, так ты еврея... Да, да, вот он как бы включал этот код. Они у него покупали. Он выдавал себя за еврея. Они его спрашивали, а как ты выжил? Он говорил, да, там один литовый спрятан. Где я написала? В каком месте я написала? Вообще! Пьеса! 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 Пьеса написал там, как из Пьеса. Пьеса. Ну и ты там вместе писали. Я там? Сейчас пытаются отмазаться. Сейчас плохо вас шерпил на шерпе. А! Ну я повернул камеру. Ну да. Отдыхай. Ну сейчас кофе... Ты говоришь, надо... Кофе, кофе, бейк. Я сейчас куплю кофе. Кофе, бейк. Я уже... У меня перерыв. У тебя перерыв. Хорошо. Ты нас хорошо слышишь? Твой голос как бы он немножко перерывается. Перерывается чуть-чуть. Местами. Два раза писала и очень ненадолго. Угу. То есть нас отвернули. Бескас... Ага. То ты пешки, 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 отречь гаврессика. Кофе, бейк.